Старинное здание вызывает много вопросов по отношению к официальной истории. Возьмем к примеру фотографию Египта 19 века. На первый взгляд перед нами исламские минареты, и они должны быть украшены исламскими полумесяцами. Но почему-то так называемые минареты украшены совершенно непонятными знаками. На самом нижнем куполе что-то похожее на полумесяц. Но если присмотреться, это с одной стороны разрезанная окружность, мало похожая на современный полумесяц. Даже не окружность, а как будто разрезанный венок. Что-то примерно похожее мы можем увидеть на римских древках. На других минаретах и вовсе окружность целая, и через нее проходит штырь, чем-то напоминающий антенну. Теперь попытаемся выяснить, какая религия господствовала в Египте 19 века. В первом веке н.э. в Египте начало распространяться христианство. В 400-х годах христианство стало государственной религией. Но в 639 году арабское войско Амбра Иб Аль Сара вторглось в Египет и разорило страну. В 645 году арабы полностью захватили Египет. Началась насильственная исламизация страны. Многие египтяне были убиты, многие обращены в ислам. Страна активно заселяется арабами с Аравийского полуострова. С момента захвата Египта в 7 веке до наших дней число арабов в Египте становилось все больше, а число самих египтян уменьшалось. К 19 веку население Египта уже на 60% состояло из арабов-мусульман. Если верить официальной истории, то в 19 веке в Египте было две основные религиозные группы. Это мусульмане и вторая, гораздо меньшая, копты-христиане. Символ мусульман на минаретах должен выглядеть вот так. Христиане-копты церкви украшали вот такими крестами. Но почему-то на фотографии 19 века из хранилищ Курнуэльского университета мы не видим ни исламских полумесяцев, ни коптских крестов. Башни украшены символами неизвестной для нас религии. Или это не религия. И мы имеем дело с технологическими устройствами. Правда, сегодня сложно определить назначение, но теоретически это больше всего похоже на антенны радиопередатчиков. Технологические сооружения мы можем рассмотреть не только на верхушках минаретов. По всему миру встречаются достаточно странные резервуары для воды. Начнем с Египта. Вот фотография конца 19 века, начала 20. Мы видим, что так называемые храмовые комплексы Египта были окружены земляными или глиняными валами. Я уже показывал их в одном из своих роликов, но тогда я не смог угадать назначение этих сооружений. Сейчас я думаю, что это огромные резервуары для воды. И эти резервуары были построены на поверхности. Что достаточно странно. Ведь если ты хочешь сделать хранилище для воды, то гораздо проще вырыть рукотворный пруд или озеро. Но в 19 веке почему-то строили именно надземные резервуары. Что-то мешало делать обычное озеро, как делают в наше время. Резервуары строили именно с помощью валов на поверхности. И об этих валах ничего не рассказывают современные египтологи. Они рассказывают о чем угодно. Они знают все подробности жизни каждого египетского фараона. Знают, в какие наряды облачалась Клеопатра. Но вообще ничего не рассказывают о странных валах, которые окружали египетские храмовые комплексы. Эти резервуары для воды строили не только в Египте. Вот на гравюре 19 века, где изображен Нью-Йорк, мы видим огромный водный резервуар. Вы только представьте, переселенцы из Европы осваивают новые территории. Им настолько необходимо хранилище этой чистой воды, что они строят это огромное сооружение. И ведь на плане видно, что рядом с городом уже есть какие-то озера. Но ресурсов у переселенцев настолько много, что они спокойно строят огромный резервуар для воды на поверхности. Обратите внимание на конструкцию резервуара. Квадрат разделен на две части перемычкой. Теперь перейдем к фотографиям Киева начала 20 века. Вдалеке мы видим огромный квадрат посередине разделенной перемычкой. По официальной версии на этом месте были просто поля артиллерийского полигона. Но даже в начале 20 века видны остатки валов, которые обрамляли этот огромный квадрат. И середина квадрата как будто покрыта белым песком или чем-то похожим. Очень похожим, что на этом месте находился такой же наземный резервуар, как в Нью-Йорке. Огромный правильный прямоугольник, разделенный посередине перемычкой. И про этот резервуар тоже ничего не рассказывают официальные историки. По их мнению, на этом месте ничего важного не находилось. В Нью-Йорке еще как-то можно объяснить логику постройки огромного надземного резервуара. Там очень сложный грунт, базальты и сванцы. И нью-йоркцам было сложно в скале вырубить огромный резервуар. Им проще его было построить на поверхности. Хотя, если верить историкам, с помощью пороха и телег жители Нью-Йорка расчистили площадку под центральный парк. А это несколько сотен гектаров скал и болот. Но вернемся к Киеву. Зачем около Киева строить огромный надземный резервуар, когда проще было бы выкопать большое озеро? Да и вообще, зачем строить резервуар для воды в 19 веке, когда у стен города протекает широкая полноводная река, которая полностью покрывает все потребности Киева в воде. Очень похоже, что надземные резервуары в Египте, Нью-Йорке и Киеве строились не для хранения воды. Возможно, в них хранилась другая жидкость. Я не знаю какая, но очень похоже, для определенного технологического процесса в так называемых крепостях-звездах использовали технологическую жидкость. И для хранения этой жидкости строили именно надземные резервуары. Возможен и другой вариант. После катастрофы вся почва, реки и грунтовые воды были настолько загрязнены каким-то ядом, что на этой почве не только не росли деревья. Это видно на всех старых фотографиях. Около городов нет старых лесов, как будто вся поверхность засыпана глиной. В этой загрязненной почве нельзя было выкапывать озера для хранения воды. Вода из рек тоже была непригодна для питья. И поэтому около всех центров заселения людей строились огромные надземные резервуары для чистой воды. И люди пили и использовали только эту воду. Такой же непонятный надземный резервуар я нашел в маленьком городке Ярцево. Город якобы основан в конце 19 века, но имеет достаточно загадочные допотопные сооружения. Самое главное – это Хлудовская фабрика. Сейчас от нее осталась, наверное, десятая часть. Но еще перед Второй мировой здесь находилось огромное здание, почти дворец. И что самое интересное – эта фабрика уходит глубоко под землю. В одном из своих роликов я пытался определить глубину фундамента. Ссылка на ролик под видео. Так вот, на другом берегу реки, рядом с фабрикой, тоже находится огромнейшее сооружение, которое можно увидеть на гугл-картах. Огромный квадрат, который обрамлен трехметровыми земляными лавами. И так же, как резервуар в Нью-Йорке, разделен перемычкой посередине. Это непонятно, для чего построенное сооружение. Есть хорошая немецкая аэрофотосъемка города. Но она не захватывает этот участок. Так же я пытался найти другие исторические фотографии этого места. Даже нашел очень интересный форум про Ярцево с достаточно большим количеством фотографий. Но фотографий именно этой территории я не нашел. Рядом с этим сооружением находится старая дорога. Остатки насыпи видны и сегодня. Сейчас сложно понять, когда насыпали этот огромный квадрат. Возможно, в нем нет ничего необычного. Это могли быть очистные сооружения начала 20 века. На этой стороне реки сохранились современные очистные, но они выглядят совершенно по-другому. Это ряд прямоугольных ячеек, вырытых в грунте. А эта конструкция сделана по другому принципу. Этот квадрат не заглублен в землю, а обсыпан валами. Можно предположить, что это современный накопитель для воды или отходов. Но тогда почему его сделали на поверхности? Ведь совсем рядом находится глубокий городской земснаряд, который вырыли при советской власти. И если бы хотели построить какой-нибудь накопитель, его проще было зарыть в грунт. В общем, пишите свое мнение насчет этого сооружения. Возможно, кто-нибудь владеет более точной информацией. Но сама конфигурация этого сооружения четко пересекается с резервуаром в Нью-Йорке. И совершенно непонятен его функционал. Зачем рядом с ткацкой фабрикой такой огромный отстойник или накопитель? Это было бы объяснимо, если бы рядом было химическое или металлургическое производство. Рядом протекает река. Я не думаю, что в конце 19 века насыпали бы такой огромный квадрат, чтобы обеспечивать очистку или накопление каких-нибудь вредных веществ. Их бы просто сливали в реку. То же самое можно сказать и о Киеве. Зачем рядом с городом гигантское накопительное сооружение? И почему об этом месте молчат историки? Может быть, история начала цивилизации не такая и древняя? А все началось в 19 веке. Именно из таких резервуаров. На этом все. Смотрите мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok